Что вы скажете про социальные сети? Иногда чувствую, как в экран телефона уходит энергия. Насколько оправданно использовать социальные сети, например, для знаний и развития? Дело в том, что сам по себе компьютерные технологии, их придумали паразиты. Я вам скажу, что в других цивилизациях есть другой способ связи и обмена информацией. Есть технологии электрические, есть технологии неэлектрические. Очень интересно про это. Мимоходом высказался шумшок. Есть электрические технологии, есть кислородные. И они не менее эффективны. Но это другая технология просто. Мы привыкли к электрической технологии использования АКО. Кислородной нет. А есть еще и другие. Все, что придумано демонической стороной, будет у вас забирать энергию. Телевизор дует вас, хотите вы или не хотите. Ваш экран, ваш компьютер вас дует, ваш смартфон, таблетка. Они все вас дуют. Но пока у вас нет другого способа подключиться, получить энергию нужную, конкретно, которую вам нужно, приходится ими пользоваться. Ваша задача слишком сильно на это не зависать. Например, вы можете не висеть все время в интернете, а записать что-то, включить проект, рассматриваться на проект. Постоянно не будете включены в интернет-сеть. Стараться избегать воздействия излишнего. В социальных сетях вы выбираете только ту информацию, которая вам нужна для развития. Не залипайте на котиках, не залипайте на разных девчонках, которые рассказывают, что у них там сумочки. Не занимайтесь тем, кто занимается понтами. Сейчас огромное количество людей, 99% того, что существует в интернете, это понты. Как лучше намазать, чтобы было модно, ногти каким-то кремом, какие тряпки более модные. То есть 99% этих вещей – это, в общем-то, чисто паразитическая вещь с разной степенью паразитизма, разной степенью разрушения человеческого мозга и воросла у него энергии. Когда вы включаете телевизор, когда вы включаете, тем более, компьютер, выходите в интернет, вы подписываете соглашение, что вас можно обворовывать. Если у вас энергетика сильная, с духовно-нравственным уровнем сильных, вы очень тонкий человек, вы можете сделать еще защиту какую-то, но вы подписываете контракт, что у вас имеет право что-то забрать. К сожалению, пока у нас другой технологии нет, вынужден этим пользоваться. Я вынужден сейчас использовать компьютер, интернет, чтобы доносить для вас какую-то информацию. Надо понимать, что использовать эти механизмы, эти девайсы только по назначению. Чтобы это не было, как говорится, использование радиоудовольствия, просто шариться по интернету. Нашли информацию, в идеале информация записывается на какой-то носитель и потом смотрится с этого носителя по вашему. Если у вас телевизор, то по домашнему телевизору без интернета. Если у вас есть проектор по проектору, лучше по проектору смотреть, потому что он не облучает вас так. Если вы смотрите на световую картинку на стене, а не под облучением экрана, пусть даже кристаллического соответственно. Да, это неизбежно. Любой девайс будет у вас забирать определенное количество энергии. Может быть не очень большое, но будет. Есть такой закон в космосе, как только вы подключаетесь к какому-то источнику информации, вы даете право этой системе, этому источнику информации, на вас оказывать воздействие. Ну, соответственно, демоническая сила за все берет плату. Демонические все придумки, они не сделаны ни просто так, как бы не бесплатно. За все это приходится платить. Ваша задача, есть вещи, ну, как пока неизбежные, и пока вы используете неизбежными вещами, выкидывать все в действительности лишнего. То есть лишнего времени в интернете должно быть минимум. То есть то, что вам реально нужно, вы используете. То, что вам не нужно, ограничиваете, либо убираете вообще. Сейчас появилась возможность банальные вещи скачивать. То есть скачав вещи, отключаетесь от системы. Как только вы выключили интернет, и у вас нет связи, то есть сильно уменьшается снятие с вас энергии. Ну, законы биоэнергетики, определенные законы этики, которые существуют в космосе, ну, пока их не... то есть избежать их нельзя, и пока других способов нет. Вообще, в разных цивилизациях есть система использования электричества, где нет, например, компьютеров, и где за этими технологиями стоят не паразиты. То есть есть технологии, которые придумали светлые, и хотя они не являются чисто психическими возможностями человека обмениваться энергетикой и передавать информацию через психические возможности, есть технологии, когда это делается вот не такими способами. То есть есть то, что придумывали именно светлые страны. А, к сожалению, вот все, что мы сейчас пользуем, это придумали ученые из темной страны, и поэтому нам приходится за это платить. Ну, вот мой совет, ограничивайте это дело, записывайте на источники, смотрите с источников, и не проводите время, которое бесполезно. То, что в действительности надо, смотрите, и все, и выключайте. Приучайте, потому что вас будут на это раскручивать. Есть, скажем так, в интернете такой эффект, подобный наркотику, который вас в известной степени зомбирует и затягивает. То есть когда вы не замечаете, что с вами происходит, вплоть до того, что вы перестаете воспринимать адекватное время. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok